Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёствана, это очередное видео посвящённое игре War Tender. Итак, друзья, сегодня мы поездим на Т-34, благо их у меня теперь два, а не один, как раньше, да. У меня хотя бы есть два средних танка, это уже круто. Раньше я только на лёгких ездил, которые вообще ничего не пробивали, никому никакой брони, там надо было, я не знаю, сотню, миллион выстрелов сделать, чтобы какой-нибудь танк снести. Ну, шучу, конечно, но как бы там либо делать какие-то хорошие выстрелы. Ну, как правило, надо было бить такие же лёгкие танки, как ты, потому что какой-то тяжёлый, средний танк было практически не пробить. Снаряд за снарядом летел, а он такой поворачивает в вашу сторону башни. Кто это тут меня... Какой муравей меня кусает за пятку? И такой, хлоп, один выстрел, и всё, вы трупы. Ну, поэтому я сейчас доволен, что у меня появились средние танки. Ездим сейчас нам на Т-34 модификации 42-го года, потому что, ну, потому что её мне надо прокачать всякие на неё скиллы, ну, точнее, всякие запчасти на неё навешать. Для этого нам нужно на ней ездить и желательно эффективно ездить. В общем, чем эффективнее будем ездить, тем быстрее прокачаем наш танк. Также, друзья, ну, я вот сейчас действую по тактике, блин, огонь артиллерии. В общем, спрятался куда-нибудь за здание, вылез, пострелял, спрятался снова. Раньше как-то, знаете, может быть, поначалу ещё бывали у меня такие, знаете, нубские закосы там, ехать просто на пропалу и на врага. Но сейчас нет. Сейчас я стараюсь как-то более-менее аккуратно себя вести и сразу не подставляться. Вот, наверное, неплохие домишки, да, можно за ними припрятаться и пострелять. Так, тут никого. Вот там, кстати, был парень, который нам сразу стрельнул, как только мы сюда примостились. Где-то вот в той степи. А вон там что-то красное есть, да? Отлично, с одного выстрела уничтожили парня. Вот, вот это другое дело, не то, что на лёгких кататься. Слушайте, а там что-то много врагов ездят туда-сюда. Так, а, это наш товарищ, да? Это наш парень. Ну, ты как-то слишком на передовую вылез. Вон же там враги кругом. Отлично. Неплохое попадание. Ещё попадание. Ну, вот так вот мне нравится играть. Знаете, вылез, стрельнул, попал, убил. Причём, друзья, вот хочу сказать, недавно я по такой тактике, и, блин, это было вообще, это, знаете, это такой фейк был, я так расстроился. Я, короче, у меня была очень хорошая игра. Я даже на одном танке шесть убийств подряд сделал. И потом ещё на другой танк пересел, когда меня убили. И там тоже неплохо нашибал. Три фрага. То есть, у меня вообще очень хорошо игра складывалась. И я такой даже, знаете, такой думаю, вот, замечательно. И потом такой, потянулось у меня, когда уже рука, останавливает видео, я смотрю, а у меня видео не записывается. Я так просто, ну, как бы это, был безумно расстроен. Такой думаю, ну, ё-моё. Знаете, а рассказывать-то теперь можно всё, что угодно. Там, как я обожил, как я безумно всех карал. Но все скажут, господи, да мы вот твою игру смотрим, ты вообще ужасно играешь. 11-1. Как ты мог вообще кого-то карать? Что ты нам тут сказки рассказываешь? Ну, или, как бы, знаете, или, ну, я думаю, у всех были, в принципе, такие моменты, когда там, знаете, играешь очень хорошо, да, там, как бы, разносишь всех направо и налево. Но вот то, что я этот момент думал, что записываю, но при этом не записал, вот это вот очень обидно. Как бы, у меня, в принципе, ну, чтобы прям вот шесть фрагов подряд, я даже не припомню, было у меня такое или нет. Я, в принципе, не такой уж продвинутый игрок, и мне кажется, у меня такого даже и не было раньше. Как бы, и поэтому очень жаль, что еще и при этом и не записал. Так, неплохо, неплохо. Ему еще один, наверное, выстрел, и все. Сейчас перезарядимся, и... А он, наверное, там весь израненный, не двинуться не может, не уехать. Блин, и он почему-то погибнуть до сих пор не может. Какой-то прочный парень. Так, ну вот, все. Еще один выстрел. Там еще какой-то подъехал парень, закрыл его своим телом. Ну и пускай. Ну а тут, мне кажется, он весь изранен. Его сейчас только добить. Где он там? А все, его, похоже, добил. Вон там наш союзник. Ну ладно, может там за забором кто-нибудь есть там. Постоянно кто-то тусил, но сейчас там, похоже, спокойно. По идее, надо к точке выдвигаться. Ну это по идее. Но вообще, знаете, только придешь на точку, обычно сразу тебя кто-нибудь где-нибудь убьет. Потому что, ну вот эти точки захвата, это и самые горячие точки игры. Их, как правило, все обкладывают со всех сторон и стараются никому не дать к ним подойти. Мне кажется, тут опасно. С любой стороны могут меня подстрелить. Ребята, вот судя по карте, где-то вот здесь враг, но я его что-то совсем не вижу. Он, наверное, где-то вот за этим зданием, да? Не, ну вообще не видать. Судя по мини-карте, он вообще где-то рядом. Он, наверное, вон за тем домом прячется. Жалко, что у меня на этом танке еще пока что не прокачан артиллерийский удар. Так бы я мог уже столько фрагов набомбить просто артиллерийскими снарядами. Ну, я не знаю, я обожаю этот скилл, но пока что еще до него не развился на этой модели танка. И обычно, знаете, всегда так обидно выходит, что, ну, не то чтобы обидно, но обычно ты качаешь какой-то танк... Так, блин, а он же сейчас нам в ответку начнет стрелять. Может, куда-нибудь спрятаться? Вот где-то здесь вообще врагов до вала нам показывают, я никого... А вот, вот он есть. Не пойму, куда он смотрит. Он даже не поворачивает орудие в нашу сторону. Видно, целится там по кому-то из наших союзников. Так, ну что ж, неплохо. Там он на меня вроде обратили внимание, что какой-то снаряд прилетел. Давайте, кто тут? Ты, парень? Нет, это тоже на нас не смотрит. Тоже в сторону наших союзников. Ну и отлично. Так, ну что ж, все отлично. Наши ребята вовсю уже точку захватывают. Этого парня нету, никого нету. Ну, пойдемте кого-нибудь попробуем поискать. Вон там что-то красное есть. Так, и сюда на нашей позиции артиллерийский огонь враг закинул. О, кто это там у нас? Ладно, будем считать, что там никого не было. Так, наши союзники, похоже, захватили точку. Причем, наверное, в принципе, мне бы было правильнее к ним, да, сразу бежать, когда они захватывали, раз уж я тут был рядом. И там же за захват дают еще дополнительные очки, что, в принципе, тоже не лишнее. Ну да ладно, ну да бог с ним. Я как-то, знаете, обычно вот в танках я вообще не люблю, когда в играх надо что-то там в флаге захватывать или точки. Не, иногда это прикольно, но я чаще люблю, когда просто надо убивать врагов. Ну, точки, я даже понимаю, зачем это сделано. Просто все вкрутится вокруг точек. Если бы не было такой необходимости захватывать какие-то точки, все бы разобрелись по карте, да, и прятались бы, черт пойми где. Ну, было бы там трудно найти друг друга. А так, хотя бы вот эта борьба за точки, она концентрирует поле боя, ну, в каком-то определенном месте. Конечно, можно при этом и как бы по отдаленным рубежам ездить, да, но в целом все в основном дерутся на этих точках или рядом с ними. о, смотрите-ка, там их что-то много. Они где-то за камнями или что? Я, кажется, не могу попасть ни по кому. но их там там что-то прям очень много и так ощущение, как будто после моего выстрела они все увидели, что я здесь, да, что-то все полетело, засверкало. Давайте вон за дом спрячемся и попробуем из-за дома кого-нибудь встрельнул, спрятался нашу любимую тактику. О, привет, друг. Глянь, мы промазали. Еще и дом такой, знаете, не очень хороший. У него какой-то край с пошиной. Ну, я как-то не очень безопасно себя за ним чувствую. Попробую с этого края выглянуть. Блин, ребята, дайте мне догнать того парня. А, вот он он. Так, блин, что-то у меня затормозило, друзья. А, это это все, это у нас бой окончен, ожидание результатов. Ну, жалко, мы уже так на него вышли напрямую, уже готовы были по нему бомбить. Ну, что ж, давайте посмотрим, что у нас тут результаты. Мое место в команде восьмое. Уничтожил две наземных единицы, поддержка трех. Ну, вот, короче, вообще ни о чем. Вот тогда у меня, блин, на одном танке шесть убийств, а сейчас два убийства вообще за всю игру. Ну, ладно, я вроде сам не сливался, да, и то хорошо, и на том спасибо. Так, вот на наш Т-34 42-го года прокачали мы пристрелку орудий, теперь нам будет полегче, да, попадать по врагам. Что еще исследуем? Ну, я думаю, система пожаротушения, в принципе, она часто пригождается. Ну, и все, давайте снова в бой. Так, ну вот, друзья, мы нашли себе сражение, и надо сказать, это сражение я начинаю на Т-28, как бы совсем, вот его, буквально я открыл этот танк. Он, конечно, сейчас не прокачанный, ничего на нем нету, но все же, все же, как бы, я не знаю, все же надо на нем ездить и надо его качать, да, потому что если он не ездит, то и нифига не прокачаешь. О, Т-34 наперед, они промазали. Единственное, что, как бы, я же, когда начинал играть, я качал вот эту вот ветку с Т-34, потому что, ну, я не знаю, Т-34 круто, как бы, я не знаю, но потом вот я заметил, что в этой ветке, которую я качал изначально, совершенно нету тяжелых танков, поэтому я начал еще параллельно качать соседнюю ветку танков, где вот у нас сейчас открылся Т-28, как первый средний танк в этой ветке, во второй, а вот дальше уже за ним пойдут открываться всеразличные тяжелые танки, ну, поэтому именно я на эту ветку перешел, потому что мне охота попробовать, каковы эти тяжелые танки в бою. Вот, кстати, КВ-1 вражеский танк, как раз тяжелый, ну, он вот как раз после после нашего Т-28 у нас будет такой. Кстати, вот мне этот Т-28 не нравится тем, что он еще ничего не пробивает, ничего, женьки, смотрите, я вообще не могу, хотя что-то маленько там, да, дамажим, может быть, мне следовало бронебойные, но вот, когда бронебойные патроны изучу, может быть, еще будут возможность пробивать на этом танке, но пока что я вот, видим, сколько я снарядов впустил во врага. Опа. Он знает, где я, он по мне стреляет, надо, короче, отсюда убегать, да только меня уже подбили, ну, гусеницу сломали, ну, ладно, что, будем стоять, попробуем отстреливаться перед смертью. Мимо. Починка танка через 9 секунд, может, мы еще гусеницу успеем починить и сбежать отсюда. Ну, смотрите, у нас деревья поломали, они упали, они, может быть, как-то обзор закрывают, да, тень создают, что врагам меня не видно. Так, что, с кем драться-то вообще? враги там все горы оккупировали. Господи, поеду со всех сторон стрелять начнут. Нет, не стреляют. Вон там, вроде наши спокойно ездят. Поехали, короче, к ним. Поехали даже знаете куда? Поехали под мостом покатаемся, посмотрим, что там есть хорошего. Есть ли там вообще что-то хорошее? Помаленьку наши захватывают центральную точку, это очень хорошо. Стою в твоих каждой квартире точку. Ага, вон они где враги. Знаете, я себя чувствую на этом танке, хоть он вроде как и средний, я себя чувствую как на каком-то легком танке. Мне кажется, я такой быстрый и никого пробить не могу. Как будто я опять пересел на какой-нибудь БТ-7. Может быть пока, пока еще танк не прокачан. Что-то никто ниоткуда не высовывается, но я не знаю, друзья, давайте как-то скучновато тут, а вот наши синие, они вообще вон уже куда-то в сторону врага базы двигаются. Давайте, я не знаю, тоже туда куда-нибудь поедем. Поближе к врагу нашим поможем. Может, кого-нибудь там найдем, поймаем. Может, кто-то нас поймает. Так, вот здесь, да, кто-то нашего убил. Откуда его убили? Оттуда слева или оттуда справа? О, Т-50. Не, ну, Т-50 это же легкий танк, да, я его, по идее, должен побеждать, но очень плохо, что он так на меня вышел, что, ну, я не знаю. Хорошо, когда ты танк издалека вражеский видишь, а он тебя не видит. Ну, или там вблизи, но когда тебя не видят. Смотрите, что творит. Ему бы по-хорошему меня объезжать, да, он же более маневренный. Блин, ну, это такая, знаете, сражение, вот, действительно, двух легких танков. Будь я на каком-нибудь Т-34, с одного бы выстрела его порвал, а так мне, вот, помощь в уничтожении противника, хотя я в него снаряда 3 попал, и еще меня тут долбят, и, ну, я не знаю, у меня он весь танк поврежден, я ничего не могу, командир ранен, все, сгорели на работе, друзья. Ну, бывает, тем не менее, мне кажется, так, что-то кого-то мы настреляли, ну, наверное, какой-никакой опыт на Т-28 мы тут, в общем, набили. Ну, теперь, в общем, едем на Т-34-40-го года, он у меня, кстати, уже на максималку прокачан, поэтому, в общем, все круто, есть артиллерийские удары, и, собственно говоря, артиллерийские удары я обожаю, это, знаете, это всегда возможность сорвать легкие фраги, но нам тут предложили воздух слетать, я подумал, почему бы и нет, потому что, ну, потому что мы стоим на базе, да, более-менее в безопасности, иногда же бывает такое, как бы, что опасно садиться за штурвал самолета, пока ты где-то в горячей точке находишься, ну, или вообще не в безопасном месте, потому что там может враг подкрасться, и тебя убить незатейливо, даже, знаете, я вот думал, что может быть такая ситуация, что ты, допустим, летишь на самолете и видишь, где стоит твой танк, и видишь, что к тебе там, допустим, подъезжает вражеский танк, и ты такой, о боже, нет, 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 не убивай мой танк, и там что-нибудь, начнешь его бомбить с неба самолетом, и даже там, может быть, мажешься специально, чтобы побыстрее вернуться в свой танк и дать отпор неприятелю, но я не знаю, по идее, ты можешь на самолете также разведать позиции врага, ну, хотя бы для себя, да, прикинуть, ага, там, эти там в горах, эти еще где-то, и там, какую-то тактику сделать, там, подкрадусь-ка я сзади, вот, к этим ребятам, которые тут недалеко, или что-то в этом роде, но это на самом деле, на самом деле мы что-то выехали, а тут целая толпа врагов, нам бы куда-нибудь спрятаться, дайте, дайте сделать нам попадание, починка танка через три, две, одну, техника уничтожена, отлично, друзья, ну что, уже попроще, да, дышится, там, в принципе, наши тоже неплохо их закидывают в горах, ну, в общем, про самолеты, вот что хотел сказать, друзья, да, как бы у меня нету какого-то соотношения, я вот, когда на самолете играю, я как будто совсем в другую игру играю, я не запоминаю, где там кто располагает, и меня даже, если попросят, я не смогу найти, где мой танк на поле находится, не, ну, как бы, конечно, смогу там, ну, как бы, если бы я еще запомнил, где он там находился, ну, в общем, я этим как-то не особо пользуюсь, но, я думаю, это все приходит с опытом, чем больше играешь, тем больше в какие-то фишки въезжаешь, и начинаешь их уже, мм, применять к себе на выгоду. может попробовать вон туда наверх заехать, и как-нибудь по задам к врагам выехать, я смотрю, они там все на этой горе прячутся, давай тащись в эту гору, ты не такой уж, это прямо тяжелый танк, ты у нас среднячок, давай копти, вот можно опять сесть на самолет, ну, давайте сядем, здесь вроде, здесь вроде безопасно, ну, если, конечно, сейчас кто-нибудь из угла не вылетит, и победа в наших руках. Так, ну, вот смотрите, вот он наш парень, да, в горах, я успел заметить, и... враги кто где вообще, но там в горах тоже есть парочка, тут там, куда я направляюсь, по-моему, пара врагов есть, да, и один наш союзник. я вот кстати не знаю почему, но попадание засчитывают только один раз, когда ты стреляешь из самолета, все остальные патроны, как будто, я не знаю, как будто достаточно одного раза стрельнуть по врагу, и все, и дальше не вести серию выстрелов, не знаю, ну, если ты стреляешь прям целую кучу патронов по какому-нибудь танку, но тебе о том, что ты попал, пишут только один раз за первый выпущенный патрон. О, смотрите, мы выехали удачно, только, блин, навестись не можем, орудия слишком высоко берут, во, отлично, уничтожили парня, так, там похоже у нас точку захватывает, давайте туда еще направим огонь артиллерии, где-то здесь по идее еще и врагов, да, я видел, но вот специально сейчас постарался, когда на самолете летел посмотреть, что к чему, о, привет, друг, как мы, не знаю, удачно, неудачно выехали на нашего, в общем, можно сказать, брата, на другого Т-34, нам гусеницу повредили, мы теперь никуда толком отсюда убежать не сможем, короче, нам остается только лобовое столкновение, блин, и не убил, да, но я ему дулу повредил, он, по идее, сейчас быстро не перезарядится, я, по крайней мере, надеюсь на это, я не знаю, насколько автоматы помогают, о, отлично, мы ему, там, наводчиков всяких, да, повредили, давайте теперь в левую часть попробуем стрельнуть, давайте еще, я не знаю, на всякий случай артиллерийским ударом, помощь в уничтожении противника, блин, его, похоже, кто-то из наших союзников добил, так, ну, нам теперь надо отсюда маленько отъехать, сейчас тут артиллерия будет наша бомбить, ну, не знаю, будем надеяться, что по нам не попадет, о, смотрите, красную точку захватывает, да, можно сейчас попробовать с горы, там, кого-нибудь подстрелить, попробовать попасть, ну, и если будет артиллерийский, можно прямо туда на точку сразу заряжать, раз кто-то захватывает, значит, кто-то там есть, ну, или был, но далеко он все равно не уехал, так, ну, вот артиллерийский у нас есть, пускай бомбит, там вон двое наших вокруг точки, и что, ничего не могут сделать, о, вон вражеский Т-34 по земле едет, привет, друг, кажется, неплохое попадание, давайте еще один, блин, он тоже по нам стреляет, о, тоже хорошо, хорошо, но не очень-то, ага, он поехал, решил не стоять на месте, что, в движение попадем, наперед стреляем, отлично, друзья, вот люблю, когда стреляешь наперед, и попадаешь, то есть, умеешь, примерно, правильно, вычислить, скорость движения цели, скорость полета снаряда, так, и у нас, похоже, бой заканчивается, и мне еще ачивку дали, последний удар, то есть, я последний, кто врага подбил, да, ну, неплохо, друзья, на этом, пожалуй, закончим, с вами был 1101, если вам понравилось, ссылка на игру будет в описании, ну, а я прощаюсь, до новых встреч, друзья, пока,